Наступает время ночи. Ты закрываешь очи. Время станет для тебя чуть-чуть короче. Путешествие в мир снов и сказок. Новая постановка театра кукол прошла при ограниченном числе зрителей при соблюдении требований Роспотребнадзора. Спектакль экспериментальный с сурдопереводом. По задумке режиссера Марии Кузнецовой, таким образом его смогут посмотреть все дети. Но ориентирован на ребят с нарушением слуха. И тем самым у обычных детей возникнет вопрос, почему так жестикулируют артисты, что это такое. И будет повод взрослым мамам, папам, бабушкам, дедушкам рассказать ребятам, своим деткам о том, что есть такие ребятки с нарушением слуха. Постановка, где прячутся сны, это моноспектакль. Все роли и хранители снов у его помощников исполняет один актер Борис Кузов. Артист признается, подготовка была сложной. Ему пришлось не только выучить язык жестов, но и соединить их с движениями и речью. Для детей с нарушениями слуха Борис играл впервые. Что было необычно, в отличие от обычных спектаклях, полная тишина. Ну и создавалось впечатление, что тебя очень внимательно смотрят, даже если вдруг они там отвлекались, ты этого не слышал. Если дети обычно отвлекаются, там в зале начнут разговаривать, ты это слышишь. А тут как-то вот сохранялась эта атмосфера камерного спектакля. И хотя предназначить спектакль для слабослышащих детей, есть здесь и музыка. Написал ее Владимирский композитор Алексей Сидорцев. Мелодию композитор постарался сделать загадочной и немного космической. И хотя основными зрителями спектакля являются слабослышащие дети, Алексей Сидорцев считает, музыка здесь важна. Музыка в любом случае создает какое-то настроение. Это же не просто звук, это своеобразные вибрации, которые влияют и на артиста, и на тех. Но все-таки большинство в зале будет люди, которые слышат, да? И они сами тоже создают это настроение. Самыми первыми экспериментальную постановку посмотрели несколько владимирских детей с ограниченными возможностями по слуху. На спектакль они пришли вместе со своими мамами. Постановка понравилась и маленьким, и взрослым зрителям. Вообще, я очень рада, что такой спектакль появился у нас во Владимире. Не могу сказать ничего плохого. Есть некоторые моменты, связанные со звуком, недостатки со звуком. А в общем и в целом все было ясно. В дальнейшем в Театре кукол пройдет еще несколько показов спектакля для ограниченного числа зрителей. Когда состоится полноценная премьера спектакля, пока неизвестно. Работать в полную силу Театру кукол еще не разрешили. Анна Столярова, Алексей Кандалов, Телеканал «Вариант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова